Холодным январским вечером я зашел в Католический собор имени Святого Александра. Остановившись у входа, я увидел, что внутри собор практически пуст. Несмотря на весь его простор и пафос, там находилось всего 2-3 человека. Слева от меня, у входа, где царил полумрак, за небольшим выступом я услышал хриплый, почти шипящий, сдавленный мужской голос, который тихо сказал, иди отсюда, уходи. А в ответ на это прозвучал молодой голос парня, который произнес, ну куда я пойду, там очень холодно, мне некуда идти. Услышав это, я подумал, какая мерзость, видимо священник или кто-то из обитателей католического собора выгоняют в очень морозную погоду поздно вечером человека на улицу. Конечно же, я не мог оставаться к тому, что происходит, безразличным. Обойдя выступ, желая высказать все, что я думаю работнику собора, я увидел там лишь одного молодого человека, парня. Рядом с ним или даже поблизости никого не было, кто мог бы с ним говорить, хотел бы его выгнать. Молодой человек был плохо одет, он был беден, и его психическое состояние, видимо, оставляло желать лучшего. Однако он скрывал это, и хотел казаться вполне адекватным и цивилизованным. То есть единственный, кто мог произносить то, что было услышано мной двумя голосами, один из которых был весьма жутким, мог быть лишь один этот парень. Спасавшийся, по всей видимости, вынуждена в католическом соборе от сильного мороза. Нечто весьма зловещее, что говорило шипящим, сдавленным голосом, иди отсюда, вырывалось из его уст, и лишь потому, что было уверено, что в пустом храме, там у входа в темноте, его никто не слышит. Но главное оно почему-то, несмотря на холод, поздний вечер и возможную смерть молодого человека, который может замерзнуть и попрощаться с жизнью, не хотело находиться в католическом храме, где всюду висели иконы, кресты и статуи святых. Нечто противилось некой святости, которая вполне возможно обитает там. Для меня, конечно же, этот опыт был удивительным и странным, заставляющим задуматься, что же тогда произошло на самом деле. Неужели это была встреча с реальным злом, с нечто, что можно назвать одержимостью бесами и сущностями? Или молодой человек был просто безумным и играл в игры со своим безумием? Ну или, быть может, это были мои галлюцинации, голоса в моей голове. Следует признать, что ничего подобного у меня никогда не было. Существуют ли бесы, демоны, зло, способные управлять человеческими поступками? Причем речь идет не о влиянии, а о управлении человеком против его воли. О совершении насилия, убийств, воровства, всякого зла, не в зависимости от того, хочет этого человек или нет. Сопротивляется он этому или нет? Знает ли он, что в нем есть некое зло, бес или сущность, или не знает? Интересный вопрос, ответ на который дает понимание, отвечает ли человечество за ужас, происходящий в мире, или это не наша вина? Нами управляют и нас не за что судить. Как мы можем гореть в аду за что бы то ни было, если есть те, кто нами может управлять, помимо нашей воли? Судите за грехи то нечто, которое это делает, а не нас. Это будет более справедливо. Или же нет, и мы способны противостоять некому нематериальному злу, способному пробраться в наш разум и сердце. Быть может, дело в больной психике тех, кто считает, что он одержим каким-то адским злом. Кто знает, быть может, ваша жизнь, тех, кто смотрит это видео, такая, какая есть, по той причине, что в вас тоже сидят некие сущности. Вы об этом не знаете, но они делают все, чтобы ваша жизнь не была счастливой. Сегодня мы узнаем правду, и вы сможете проверить себя на наличие бесов, сущностей, влияющих на наш разум. Вы на канале Нулевой Пациент. Мы начинаем. Нет ни одной древней культуры, нет ни одного древнего народа или цивилизации, нет ни одной религии, где бы отсутствовала некая духовная мистическая реальность, которую мы не видим, которая не влияла бы на нашу жизнь. При этом все религии, мифы и древние цивилизации утверждают и настаивают, что эта мистическая невидимая реальность более важная и значимая, нежели наша повседневная материальная жизнь. Все религии, некогда бывшие основным законом для людей, населяющих планету Земля, утверждают, что мистический мир полон жизни, каких-то разнообразных сущностей, составляющих собой иерархию от самых слабых внизу до самых сильных вверху. Все они делятся на две условные группы, не три, не четыре, а именно два лагеря. Добро и зло, свет и тьма, любовь и ненависть. Все зло борется против добра. Делают они это в основном через нас, людей, то есть именно через нас та или иная сторона выигрывает или проигрывает. В бесконечном мистическом незримом мире, где зло обитает в аду, где всегда плохо и мрачно, а добро в раю, где всегда хорошо и светло, обитает большое количество различных существ с разной степенью силы. И это исходит из всех религий, существующих и существовавших на земле, включая монотеические, то есть те, где есть всего лишь один бог. Даже у них есть бесы, демоны, духи, ангелы, различные посланники, черти, неприкаянные души и т.д. Все без исключения сущности, желающие навредить добру, направляют свою деятельность на людей. Главное достижение и победа персонального зла над конкретным человеком – это вселение внутрь сознания и тела человека с целью, чтобы тот невообразимо страдал, заставляя страдать всех окружающих. Если контроль человека бесом достигает уровня, когда, управляя телом, он сможет совершать убийства и насилие, это будет считаться наивысшей точкой власти над человеком. Но здесь возникает важный и увлекающий вопрос. А может ли быть зло бесы сущности в человеке таким образом, чтобы не проявлять себя слишком ярко, без того, чтобы говорить на латыни или церковнославянском, без того, чтобы рычать и извиваться в муках во время читки молитв? Могут ли люди быть управляемыми бесами и им при этом будет казаться жизнь вполне обыденной? Но жизнь твоя не очень, в ней бывает много неудач, вы несчастливы, нет личной жизни, Все обыденно с деньгами не везет, и это приводит все к негативу и агрессии, в основном подавленной, так как ко всему добавляется еще и чувство страха. Единственные, на кого вы вымещаете злобу, это лишь те, кто рядом с вами, кто слабее вас, ну или любит вас, поэтому и терпит. Может ли быть одержимость бесами такой? И причина такой жизни и всего плохого в ней быть именно в них. Мы можем их не замечать в себе и не понимать, что живем некую не свою жизнь. Ответ на эти вопросы есть, они удивят вас. Первый монолитно-каркасный дом в Украине был построен в конце 80-х годов, в районе парка КПИ. Там квартиры могли получить лишь очень серьезные, высокопоставленные чиновники, обладающие огромными связями. Один из таких людей был Анатолий Варфоломеевич Раханский. В конце 80-х он был заместителем министра экономики Украинской ССР. Человек, конечно же, очень богатый, с огромными связями, властный, как и все его окружение. Это были те, кто управлял не только Советской Украиной, но и в принципе Советским Союзом. Порой оставаясь в тени, находясь там, в этом доме, будучи маленьким, я видел многих из этих людей. Однажды двое из них, подумав, что их никто не видит и не слышит, оказались в дальней комнате, чтобы поговорить. Однако я незаметно подсмотрел и подслушал разговор двух людей, очень могущественных, управляющих всем из тени. Это меня напугало. Изменившись в лице, двое стали говорить на жутком странном языке, которого на земле нет. Голоса их тоже изменились и звучали словно голоса монстров. Сам язык звучал рвано, агрессивно и весьма зловеще. Подглядывая, не отрываясь, меня отросло от страха, когда беседа, которую, как им казалось, никто не слышит и не видит, закончилась, вновь изменившись в лице и в голосе, они вернулись к привычной жизни и действиям, разговаривая, как и прежде, спокойно и понятно. Лишь спустя много лет, вспоминая данный инцидент, я понял, что нечто, находящееся внутри этих людей, управляя ими, общалось между собой, не ставя в известность людей, внутри которых это нечто находилось. Представьте себе. То есть эти двое даже не знали и не помнили, что этот разговор состоялся. Нечто, находящееся внутри них, существует автономно, не показывая себя, ведя какую-то свою игру со своими целями. Это нечто не одно, оно имеет подобных себе, и, быть может, у них существует некая координация действий для достижения нужного результата. Наверное, этим можно объяснить тот факт, что эти двое в то время, несмотря на то, что это был еще совок, уже были богаты, высокопоставлены, с большими возможностями государственного масштаба. Следует сказать, что сам некий Раханский был женат, внимание, на сестре Анатолия Кашпировского, на тот момент человека номер один в СССР. Тогда в окружении этих людей, у которых было все, о чем можно было мечтать, включая власть и разумы людей, творились, признаюсь, честно невообразимые и невероятно мистические события. Когда-нибудь я расскажу вам все, что знаю. Безусловно, мысль о том, что каждый из нас внутри себя может иметь нечто злое, например, беса или какую-либо другую сущность, которая способна в нашем же теле и разуме, управляя ими, жить какой-то своей жизнью, пугает. В истории были случаи, когда человек, вроде бы не склонный к агрессии и насилию, вдруг совершал убийство, кровавое и жуткое, после чего сообщал миру, что даже и не помнит ничего из событий, включавших в себя само кошмарное убийство. В частности, такой инцидент случился с человеком, который наблюдался у психиатра, который в прошлом был врачом и участником проекта МК Ультра, тайной государственной программы ЦРУ, связанной с промыванием мозгов, возможностью влиять на сознание людей против их воли. Однако, таких случаев в истории не так уж и много. С другой стороны, очень многие маньяки и серийные убийцы совершавшие свои преступления с невероятной жестокостью утверждали, что в них есть некая иная личность, сущность, какое-то персонализированное зло, управляющее их поступками во время кровавого месива. Среди таких убийц был и Берковиц, и Банди, и Шоу Кросс. Конечно, каждый из них мог говорить то, что в нем есть некая сущность, которая и заставляла творить преступления, чтобы их признали невменяемыми. Так они смогли бы избежать смертной казни. Но им это не удалось. Все были признаны вменяемыми. Существует статистика серийных убийц и маньяков, сколько их может быть на 1 миллион человек. Поэтому, хоть проблема и есть, она не очень значительна в глобальном масштабе. А вот тот факт, что в каждом из нас или во многих есть нечто, что не стремится себя показывать жуткими поступками, живя своей жизнью, контролируя ход событий мировой истории, кооперируясь между собой, по-настоящему пугает. Ведь мы даже не знаем, что происходит. И, быть может, цепь событий, которую куют бесы внутри нас, о которых мы не знаем, идет к какой-то глобальной жуткой развязке. Вот что важно и интересно. Мне персонально безумно хотелось бы, чтобы вопрос одержимости бесами и управления ими людей, их поступками оказался бы лишь выдумкой и проявлением неких психических проблем в человеческом разуме. И тому есть хороший аргумент, на который верующие не могут ничего противопоставить, несмотря на все жалкие попытки что-то аргументировать не фактами, а лишь своим личным мнением, ну или что-то еще смешнее, какими-то строками из Библии. Дело в том, что реальность дуальна, как и метафизический мир. Об этом я говорил в начале, то есть он делится потому, что из себя представляют мистические сущности на свет и тьму, на добро и зло. И если у зла есть возможность вселяться в людей и делать ужасное, непонятно почему, такой же способности нет у добра. Если зло вселяется порой в человека, мучает его, причиняет боль, заставляет говорить каким-то жутким голосом, убивая людей, то почему добро не вселяется столь же внезапно в человека и не заставляет звучать прекрасным ангельским голосом, не убивая, а уже исцеляя людей или делая человека трудолюбивым, у которого на коже, на животе появляется надпись «Мне ну очень хорошо, не трогайте меня, ничего изгонять не надо, сущность добрая, нам с ней кайфово, пойду посажу лес или спасу больных раком». Такого нет, подселение сущности всегда негатив. Почему? Потому что психические болезни это всегда негатив. Болезнь вредит телу и разуму всегда. Из этого получается, что все-таки бесы, управляющие людьми, это психическая болезнь. Мне бы очень хотелось, чтоб так было, однако, вспоминая события, пережитые дома у Раханских, и не только, я вынужден в этом усомниться. Вопрос, почему, например, все бесноватые звучат так одинаково? Их голоса. Должен сказать, что парень, которого я слышал в католическом соборе, его второй жуткий голос звучал практически так же, только тише. Почему все те, кто якобы был бесноватыми, или так или иначе проявляет себя так, как будто в нем есть некая сущность, когда это приобретает уже некие физические формы, это почти всегда эпилепсия, что-то связанное с ней. А как известно, эпилепсия это повышенная электронная энергетическая активность мозга. То есть в мозге существует как бы больше энергии, электричества, оно там как бы больше нормы, лишнее. Это как так вообще? Что за лишняя энергия такая? Откуда она приходит? Может, эта энергия, лишнее электричество, и есть бес? Он состоит из этой энергии, которая начинает контролировать мозг, превращая жизнь человека в ад. Слово эпилепсия возникло от древнегреческого и означает схвачены, пойманы, застигнуты. Ничего себе, кто это тут у нас хватает и застигает? Но дальше начинается вообще информация, от которой можно, мягко скажем, офигеть. Друзья мои, оказывается, существует синдром чужой руки. Это очень серьезная психоневрологическая болезнь, которая не лечится. При этой болезни одна или две руки двигаются вне желания хозяина, самого человека. Эти руки делают, что хотят. И теперь внимание, эта болезнь иногда сопровождается приступами эпилепсии. Как интересно получается все у нас в нашем расследовании. Как будто эпилепсия и приступы, когда человека выламывает, он переживает боль и ад, это попытка проникнуть в человеческое тело и захватить его мозг какой-то некой лишней энергии и электричеством в человеческой голове. А вот синдром чужой руки это момент, когда этому бесу или сущности это все-таки удалось. Выходит так. Далее идет стадия, когда нечто проникло в человеческий мозг и через него контролируют тело и мысли человека. Иногда об этом человек знает и они общаются с бесом. Иногда нет. И сущность кооперируется с другими сущностями выполняя некую работу, следуя постоянно какой-то цели. Конечно, по-прежнему стоит вопрос, если такое делает зло, почему такое не делает добро? А кто сказал, что не делает? В истории были Христос, Будда и другие святые и не только те, кто утверждали, что их вели к цели какие-то ангелы, добрые сущности и те якобы даже являлись им и говорили с ними. Вполне возможно, что это именно то и есть подселение некой хорошей сущности. Они говорят те против воли человека разными голосами и не появляются на теле надписи, потому что это ведь мучение, а светлые сущности не желают мучать тех, в кого вселяется. Почему так мало таких случаев среди исторических личностей, которых бы вело хорошее? Ну, наверное, потому что тяжело налить в стакан больше воды, если он уже заполнен до краев. Добро не может проникнуть внутрь, потому что уже занято все там внутри людей злом. И люди вполне возможно, даже самые набожные, даже не знают об этом, испытывая жажду справедливости через наказание сугрешников в аду или при жизни, вместо того, чтобы творить хорошее и прекрасное, то есть создавать добро своими руками. Кстати, по поводу рук. Знаете ли вы, что именно делает одна или же две руки у людей, болеющих синдромом чужой руки? Быть может, она рисует прекрасные картины, быть может, перевязывает раны больным, быть может, пишет стихи? Нет. Она начинает вдруг вести себя как мерзкое животное, злое, которое давно хотело обрести некую возможности, вдруг ее обрела внезапно, как бы дорвалась и необходимо пользоваться этой возможностью. Рука начинает дергаться, бить и ломать все в подряд, как бы уничтожать. Рука начинает мешать человеку делать второй рукой какие-либо действия, мешать человеку жить, понимаете? Она внимание начинает человека душить, то есть пытается убить. именно когда впервые было выявлено это расстройство в 1909 году был именно такой случай. Вдумайтесь только, рука душила женщину во сне. Жуть какая. Рука порой начинает хватать вас за половые органы и мастурбировать. И вот тут становится очень интересно и наконец-то становится понятно, зачем бесам и сущностям нужен человек в принципе и почему зло может победить добро через человека, именно через людей, именно через тебя. Что друзья мои вьется у нас вокруг кадуцея, вокруг нашего с вами позвоночника? Что за змеи? Такие белый и черный волк побеждает тот, которого ты кормишь? Кадуцей держит в руках гермес. За что этот бог отвечает? За удачу и красноречие. Красноречие это ведь харизма, когда тебя слышат и слушают. Удача это возможность получить то, что мы хотим. Позвоночник. Нечто вьется вдоль него по спирали, упираясь в плексус сакралис, священное сплетение, сакральное, мистическое, которым человек получает оргазм. Слушайте и благоговейте, ведь мне удалось разгадать тайну. Я реализовал какие-то свои материальные цели, для кого-то они будут маленькие, все в сравнении познается. Для меня это крупные материальные цели, такие солидные для меня. То есть, по сути, Петр дает техники, как это корректно делать для того, чтобы вы в жизни наконец-то стали получать желаемое. Вы как раз увидите механизм, как работает эта материализация задуманного, как достигаются цели и почему они не достигаются. То есть, если вы будете пользоваться одним из пазлов для достижения целей, которые вот популярно ходят по интернету, то вы так ничего не достигнете. А Петр как раз в своей системе совместил все пазлы, мне кажется, на мой взгляд, там все соединено. Поэтому приходите к Петру на этот прекрасный тренинг, и ваша жизнь изменится в лучшую сторону, и ваши цели будут достигнуты. Без элемента ты никто, тебя не существует. Ты чмо и ничтожество, которое ни на что не способно. И зло от тебя нечего взять, а добро тебе не способно помочь, так как ты не можешь дать ему силу, которая позволяет им воздействовать на твой окружающий мир. Вот всякое дерьмо бесы сущности побольше и поменьше и сидят в вас без вашего ведома и доят постоянный из вас элемент как из коров, контролируя нашу реальность зримо и незримо. Но можно оставить элемент себе и победить эту грязь и мразь, которая изводит вас. Я помогаю людям это сделать, у них это работает безотказно, если выполнять все по установленному алгоритму. Работает безотказно на всех, так как люди копят элемент в себе, который позволяет получать от жизни что хочешь. О нет, суть не только в воздержании, ах, если бы было только это, суть больше, шире, интересней, таинственней. Я предлагаю тебе, человек, пройти этот путь со мной и с величайшим из всех знаний и тайн, стоящей в корне основе человеческого существования. Мы коровы, добывающие элемент, который из нас качает незримый мир. Оставив элемент себе, мы заставляем реальность считаться с нами и уже не мы приходим к незримому миру на поклон, а он к нам. Потому что без того, что производим мы, они никто и ничего не могут. Мы их делаем все сильными. Так обменяйте же свой элемент на то, что вам надо, на свое усмотрение, тем более, что так делают уже многие и побеждают. 29 апреля начинается вдумайтесь только уже пятый по счету мой онлайн курс по накоплению элемента, который я веду в чудеснейшей группе с прекрасными людьми, где теория на втором месте, а конкретный результат на первом. На курсе мы делаем все то, что позволяет нам копить элемент, а также позволяет избавиться от всей той мерзости, которая качает его из нас без нашего согласия. Все должны знать тайну об элементе, все должны пройти через этот курс, поэтому прямо сейчас переходите по ссылке в описании под этим видео и в группе в телеграме ознакомливайтесь с удивительными и интересными отзывами от тех, кто прошел уже курс и у кого все работает, хотя они были тоже скептиками, как и вы поначалу, но накопление элемента и стремительный успех нечто, что есть основой, которой не избежать, это факт и правда. Понять правда это или нет можно лишь испытав все на себе и как только все это испытывают на себе это оказывается правдой. У кого нет возможности пройти курс, там же в группе вы сможете заказать книгу восхождения, которая стала бестселлером и у меня уже заканчивается первый тираж, а он был весьма немаленьким. в ней будут многие ответы на вопрос о том, что есть элемент, как его копить и использовать. Пишите в группе по поводу заказа книг и с вами свяжутся. До встречи на курсе и в группе телеграме. Со мной или без меня человек, чтобы не быть коровой, тебе нужно оставить элемент себе. Только так ты победишь жизнь, судьбу и обстоятельства. Мне не хочется даже думать, что есть грязное и мерзкое что-то способное быть в нас или рядом с нами, что влияет на наши поступки, причем еще и столь негативным образом, вплоть до того, что это превращает наши жизни в ад. Но незнание закона не освобождает от ответственности. То есть даже если я чего-то не хочу, это не значит, что этого нет. Более того, все указывает на то, что все-таки некое влияние на некоторых очень сильное есть именно через некую электронную активность, которая всегда приводит к конкретным действиям и поступкам, происходящие у нас в мозге, позвоночнике и центральной нервной системе. Если это видео наберет 2000 лайков, я расскажу вам в одном из следующих видео, как избавиться от этой мерзости не через метафизический мир, а через мир материи, что конкретно нужно сделать, чтобы это получилось и вы освободились. Сражайтесь со злом и обманом, которое правит этим миром. Добро проиграло, его совсем нет. Поддержите его. Спасибо, что были со мной до конца и помните, если вы посмотрели это видео, вы и есть настоящее сопротивление. До скорой встречи с новым еще более интересным видео.